МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финишная прямая в Дагестане подходит к концу итоговый день голосования. Все о благоустройстве, какая работа проделана в столице региона и в чем претензии граждан, разбираем с экспертом в студии. Появится велосипедная дорожка, которая первая в городе, конечно. То, что касается парковочных мест, будут испытывать, конечно, неудобства наши граждане. Без крыши над головой в Махачкале более ста семей мокнут под дождем в собственных квартирах. Не знаю, что делать, как жить здесь, как спать. Все влажно, все циррости. Ноги стоишь в холодной стене, все мокрые. Это итоги недели на ННТ. В студии Патимат Канапова. Здравствуйте. В Дагестане подходят к концу дни голосования. После восьми часов будут начаты подсчеты. И совсем скоро станут известны имена тех, кто прошел в Дагестане в Государственную Думу, в Народное Собрание Республики и муниципалитеты региона. Голосование длится трое суток. Свой голос в первый же день отдал и глава Республики Сергей Меликов. Всего по Дагестану были открыты около двух тысяч избирательных участков. Структурные подразделения провели подготовку к выборам, исходя из требований Роспотребнадзора. На всех участках были приняты меры и по санитарной обработке контактных поверхностей и помещений. Обманул дольщиков на 100 миллионов рублей. В Москве задержан находящийся в федеральном розыске застройщик. Подозреваемый обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, будучи генеральным директором частной строительной компании, мужчина под предлогом организации долевого строительства 16-этажного дома в Дербенте обманным путем завладел деньгами в сумме более 100 миллионов рублей. От действий злоумышленника пострадали более 45 человек. В Махачкале планируется капитальный ремонт улицы Каркмасова, сквера Фазуалиевой и сквера Борцов революции. Накануне, во время прогулки с представителями общественных организаций, мэр города Салман Дадаев рассказал о предстоящих изменениях. Подробнее в сюжете Наталья Хамбабаева. Из улиц, забитых машинами, сделать пешеходное пространство. Мэр Махачкалы рассказал общественникам о планах по ремонту улиц и скверов. Делегация побывала в сквере Фазуалиевой, затем прошлась по улице Каркмасова и направилась в парк Ленинского комсомола. Во время прогулки Салман Дадаев отметил, что планируется расширить тротуар, заменить асфальт, а также отремонтировать фасады близлежащих домов. Это будет очень сложный проект, насчет того, что таким образом впервые мы в Махачкале реализуем проект, когда создается пешеходно-ориентированное пространство. Мы создаем пешеходное пространство для того, чтобы единое пешеходное связи связать парк Ленинского комсомола и площадь. Две такие точки массового притяжения. Кроме того, не забудут и о маломобильных гражданах, ведь столицу республики необходимо сделать открытой и удобной для всех жителей. Хотел бы лично пожелать, чтобы вы учитывали потребности людей с ограниченными возможностями, и это учитывая сразу, не потом, а не потом что-то достраивали, допиливали, доделывали, а уже в проекте стояли вот эти вот пандусы, вот эти вот бордюры, которые удобно не только людям с ограниченными возможностями, но и для молодых мамочек, которые очень много жалуются, что коляска просто, ну невозможно физически поднять эту коляску. Главный архитектор Махачкалы Бахтияр Улаев презентовал проект ремонта улицы Каркмасова и сквера Фазуалиевой. По его словам, здесь будут созданы зоны отдыха для всех групп горожан, амфитеатр и бесплатная детская площадка, также будет обустроен памп-трек, а все зеленые насаждения при этом обязательно сохранят. Дети здесь собираются непосредственно, кто здесь живет, это так зародилось у нас, поэтому мы делаем условия для их транзита и уже будем обустроить их в Ленинском парке. И самое главное у нас проблема здесь, вот эти пешеходные потоки, которые создались, у нас есть дорожки, которые метровые, где два человека не могут разойтись. Мы будем их обустраивать, здесь сделана подеревенная топосемка, чтобы ни одно дерево не подлежало вырубке. И все это будет сохраняться, вся дорожная тропиночная сеть. Махачкала преображается, мэрия города прислушивается к пожеланиям населения. И если все-таки удастся реализовать новый проект в полной мере, центр Махачкалы полностью изменит свой облик и станет комфортнее. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Махачкала. А Махачкалинский двор по улице Хаджи Булача уже благоустроили по поручению президента России. Это общественное пространство является одним из самых крупных объектов, отремонтированных в столице Дагестана в текущем году. Для детей и подростков построили футбольное поле, для самых юных махачкалинцев детский городок с травмобезопасным покрытием. Появились воркаут-площадки и уютные беседки для взрослых. Так как эту программу реализовывал не только я, не только управление ЖКХ, я думаю, ваших аплодисментов заслуживают и строители, которые это все делали, терпели замечания от вас, все это переправляли, исправляли от нас критику. Я думаю, аплодисменты для строителей, пожалуйста, за ту работу, которую мы выполняли. На самом деле и от нас, и от вас достается, и это правильно, так оно и должно быть. Ну и, конечно, депутатский корпус. Юным футболистам привезли новые мячи и персональный подарок от мэра. Мальчишек теперь будут обучать футболу тренер, которого специально примет на работу градоначальник. Напомню, что с просьбой благоустроить территорию в интернет-приемную Владимира Путина обратился один из жильцов дома. Отреагировал на обращение Салман Дадаев, который включил двор в проект благоустройства. Результаты работы удовлетворяют запросы представителей всех возрастов. Однако по благоустройству других общественных территорий у горожан возникает ряд вопросов. Жалобы, поступающие от махачкалинцев в редакцию информационных программ, мы решили обсудить с экспертом столичной администрации. Сегодня у нас в гостях Бахтер Улаев, исполняющий обязанности заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства города Махачкалы. Здравствуйте, Бахтер Магомедович. Спасибо, что пришли. В целом, мы будем говорить про благоустройство сегодня. Нельзя не признать, что проводится большая работа по столице Дагестана. Но при этом есть пункты, которые некоторые беспокоят горожан. Вот к нам поступают и звонки по ним, и хотелось бы с вами сегодня о них поговорить. В частности, хотим поговорить с вами по благоустройству улицы Каркмасова. Как мы понимаем, благоустройство будет проводиться так, что общественное пространство будет расширяться, но вместе с тем сужатся автомобильные дороги, и даже в какой-то степени парковочные места их станет меньше. Вот как вы будете регулировать эту ситуацию, и будут привлекаться какие-то эксперты, которые поспособствуют тому, чтобы не было пробок и так далее в связи с этим? Здравствуйте. По улице Каркмасова у нас проделана на самом деле очень большая работа. Сейчас тот проект, который сегодня мы опубликовали и предоставляем на обозрение нашему сообществу, это итоги такой большой проделанной работы. Расскажу предысторию. Сам проект зародился у нас на базе школы Сколково. Это наша команда города Махачкалы проходит там обучение в рамках развития ста крупнейших городов. В команду входит там у нас мэр города Махачкалы, Салман Кадяевич Дадаев, и председатель комитета по архитектуре Гусейнов Низирис Майлович. Большая аналитическая работа была проведена до того, как мы вообще приступили и зародили эту идею. Экспертами ВЭБа была получена высокая оценка. Сама улица Каркмасова у нас планируется благоустроиться в рамках комплексного развития центральной части. Поэтому это было не спонтанное решение. Оно было очень обдумано. Проводились технические расчеты по пропускаемости автомобиля транспорта. При этом, изучая существующую ситуацию, мы можем сказать, что фактически дорожное полотно, которое сегодня имеется, оно не функционирует под тем параметром, который оно есть. То есть если у нас там сегодня по габаритным размерам четырехполосное движение, на сегодняшний день там функционируют только две полосы из-за хаотичной парковки. Поэтому мы оптимизируем дорожное пространство, то есть проезжую часть и тротуарную часть. Фактически для транспорта она никак не изменится. По нашим расчетам и просчетам она должна наоборот улучшиться. Пропускная способность увеличится. А что касается парковочных мест, ну, будут испытывать, конечно, неудобства наши горожане. В этой части мы ставим приоритет для пешеходов, потому что это центр города. Эта часть улицы у нас связывает площадь имени Ленина через скверы борцов революции имени Фазу Алиевы и наш парк Ленинского комсомола. На этой улице появится и велосипедная дорожка, которая первая в городе, так сказать. Потому что это новая тенденция, она стремительно развивается. Но внедрять велосипедную дорожку по всему городу сегодня, ну, это немного необдуманно будет, наверное, и рискованно. Потому что надо понимать, как она будет приживаться и как это будет работать функционально. Исходя из этого, уже мы будем масштабировать наши планы по всему городу. То есть опасения людей, что будут какие-то пробки или все такое, вы уже предусмотрели и ничего такого не предвещает, можно сказать. Скажу так, будут в первое время какие-то трудности, то есть испытывают наши жители. Потому что это, во-первых, сократит парковочное пространство, как мы и сказали. Во-вторых, это будет немного непривычно, потому что ось дороги будет смещена. На перекрестках будет произойдется уширение, то есть уже где каждая полоса будет иметь свое направление движения. Но в комплексе, после реализации улицы Каркмаса, у нас будет переустроиться и прилегающих улиц. Это улица Держинского, улица Толстого, улица Батарая. И когда в комплексе это все у нас софункционирует, у нас будут частично сняты эти вопросы. Вот еще один вопрос касательно улиц, по ремонту улиц поступают к нам. Жители жалуются, что в основном ремонтируются центральные улицы, но забывают про те, кто живет в поселках, в каких-то микрорайонах, которые недавно образовались. Может, есть какие-то новые программы, инициативы, которые поспособствовали к тому, чтобы больше улиц ремонтировалось все-таки за пределами города? Ну, что касается ремонта дорог, можно отметить, что в этом году у нас запланировано порядком 200 улиц, подлежащих к ремонту, по поручению президента Российской Федерации. Сколько мне известно, это рекордное количество за все? Да, никогда такого на самом деле не было. В этом году нам выделили дополнительные средства из-за успешной реализации программы безопасности и качества автомобильной дороги. Единственное, я хочу отметить, что сам ремонт и обустройство улиц, он идет по приоритету. То есть у нас есть подъездные улицы к социальным объектам, есть улицы, где проходит общественный транспорт. Также мы синхронизируем работу наших программ, нацпроектов и федеральных программ. Там, где мы благоустраиваем скверы, мы стараемся обеспечивать подъездными дорогами. Там, где мы строим школу, мы приводим в соответствии с нормативными требованиями уже подъездные пути. Поэтому есть такой приоритет. Дороги в большом масштабе делаются. А то, что касается поселков, ну, сразу охватить не удается. Там тоже у нас асфальтируются сначала магистральные, подъездные и выездные улицы, потом уже подводящие улицы. То есть есть такой план реализации этой программы. Поэтому мы по нему двигаемся. Я думаю, в скором времени это все уже... Все больше и больше улиц будут отремонтированы. Сейчас хотелось перейти к паркам. Есть такая жалоба людей, что коммерческих объектов стало все больше и больше в парках. И вот они как бы мешают для их досуга. Может, как-то можно было бы разграничить или уменьшить количество этих объектов? Есть какие-то разработки, может, в мэрии? На самом деле не могу не согласиться. По приходу Солома Коняевича Нудаева на Родовском бульваре было сокращено количество торговых объектов. Это все-таки должно проходить плавомерно. Это тоже рабочие места, это тоже экономика, это тоже часть, можно сказать, функционала. Но Родовский бульвар практически весь вычищен. То есть есть отдельная зона, условно назовем ее фудкорта, где посетители могут прийти, купить что-то, поесть. Есть отдельная зона аттракционов. Производится такое некое зонирование, где отдельно люди могут погулять в тишине, где-то поиграть с детьми, а где-то просто посидеть на лавочке, поесть мороженое. Такая работа ведется. Она ведется и в парке Ленинского комсомола. Она будет усиливаться, потому что в парке Ленинского комсомола у нас в следующем году планируется его реконструкция. В рамках реконструкции это будет все приводиться в единый стиль. Эта работа также будет масштабироваться. Относительно парка 50-летия Октября, который в народе известен как Собачий парк, то есть запланированы ли там какие-то работы? Потому что детских досуговых точек там очень много, и в основном оттуда и поступают жалобы. По данному объекту у нас есть планы. Мы разрабатываем концепцию. У нас есть в РИБО, можно сказать, такой новый подход. Если раньше заказывался проект, и он просто реализовывался, то есть фактически подрядчик приходил, разрабатывал нам какой-то проект и предоставлял на реализацию. Сегодняшним днем этот подход напрочь искорен. Работниками администрации по взаимодействию со всеми структурными подразделениями ведется подготовительная предпроектная работа, где уже идут просчеты. То есть уже исключается тот подход, что меняется плитка, потом меняется коммуникация, потому что мы сейчас взаимодействуем очень плотно с ресурсоснабжающими, с нашими организациями, с нашим управлением ЖКХ, в том числе и с управлением торговли. То есть схема размещения предварительно будет согласовываться, они будут обсуждаться уже с профильными специалистами, и к реализации уже будет подходить совершенно новый проект. И с учетом того, чтобы не было вреда экономике, так как это зачастую уже какие-то поступления в бюджет ЖКХ. Да, ну фактически мы сокращаем торговые точки, мы сокращаем рабочие места. Поэтому мы стараемся все-таки разделять по функционалу парк. То есть есть какие-то, опять-таки, приватные зоны, где посетители могут отдохнуть, есть у нас торговые зоны, и это все будет разделяться. И последний такой вопрос, он касается именно благоустройства с учетом маломобильных групп населения. В основном устанавливаются эти конструкции для граждан с ограниченными возможностями здоровья, но при этом они как будто бы не соответствуют тем нормативным требованиям. Иногда пандусы слишком крутые, нет поручней, и вот может в будущем вы планируете привлекать новых экспертов, и как вы будете контролировать это? Работа ведется, на самом деле есть программы, программы такие, как доступная среда, обустройство пандусов, это обустройство пандусов к объектам социального назначения, период очередной. Там, где у нас проводится благоустройство в рамках программ, то есть это делается тоже в рамках нормативных расчетов. Я думаю, что отдельно мы будем прорабатывать такие точно острые места, где массовое пребывание горожан. А в рамках проектирования, то есть это, безусловно, оно учитывается, и при реализации это будет уже соответствовать нормативным требованиям. Хотелось бы обратиться к нашим жителям, конечно. Хотелось бы, в первую очередь, от них больше терпения, понимания, потому что все, что делается, это делается для наших жителей, для горожан. Все зависит от того, как они будут бережно к этому относиться, и будут ли они чувствовать этот город своим. Детские шалости чуть не закончились трагедией. В Махачкале более 20 учеников школы номер 36 были госпитализированы после отравления слезоточивым газом. Старшеклассники приобрели перцовые баллончики в соседнем с учебным заведением в специализированном магазине и распылили его в коридоре. Подробности в следующем сюжете. История началась здесь, в близлежащем магазине спецодежды. Старшеклассник зачем-то решил купить перцовый баллончик, а как он действует, проверить в коридоре школы. В результате пострадали более 20 детей. Что произошло, расскажите. Там мы сидели на четвертом уроке, там мальчики, три или четыре пола мальчиков, взяли газовые баллончики и разбрызгали. И все начали кашлять, выбежали на улицу. И плохо стало, начали задыхаться. Главный вопрос, которым задаются здесь, почему продавец магазина сбыл несовершеннолетнему перцовый баллон, не уточнив ни возраста, ни цели покупки. Согласно закону, данное средство является гражданским оружием самообороны. Его приобретение и хранение допускается с 18 лет. Запрещено и его ношение в школе. Я заходил, я у него спросил, зачем продали ребенку перцовый баллончик. Она мне говорит, что у него возраст должна была, спрашиваю. Я говорю, из-за вас дети в реанимацию попали, трое. На это, что скажете, что я при чем здесь, что мне нечего ходить искать. Ну, с таким сарказмом, злоразованием разговаривает она. Я не стал с ней тоже там ругаться. Ну, школа молодцы, да, учителя все. Сразу скорая приехала, все, помогли сделать. К нашему приезду магазин закрыли на ключ. В школе занятия приостановлены, проводится дезинфекция помещения. Выяснять обстоятельства произошедшего будет Следственный комитет Дагестана. По данному факту, Следственному органу, Следственному комитету Российской Федерации по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления в предусмотренном статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В ходе следствия будет дана права и оценка действиями должностных лиц, указанного образовательного учреждения. В ходе следствия также будет дана права и оценка предпринимателю, продавцу данного магазина. Все пострадавшие госпитализированы в детскую республиканскую больницу. Врачи говорят, состояние у всех пока стабильное. Трое детей, попавшие в реанимацию, сейчас уже переведены в отделение. Их жизни также вне опасности. Все, что нужно делается, значит, и кислород давали дышать, и прокапали все, что нужно. Все, значит, назначение они получили. Подростки были сразу установлены полицейскими. Как и почему несовершеннолетние смогли беспрепятственно приобрести и пронести в школу, след заточивый газ, еще предстоит выяснить. В отношении родителей собран административный материал. Патима Тханапова, Магамед Магамедов, Новости ННТ, Махачкала. Крыши нет, спасайтесь, кто может. Так можно сказать о жителях, которые мокнут под дождем в собственных квартирах. Жильцы многоквартирного дома на проспекте Шамиля фактически выживают два месяца. Моя коллега Алина Багилова побывала на месте и попыталась разобраться с ситуацией. Есть слово. Не знаю, что делать, как жить здесь, как спать. Все влажно, все тиро здесь. Ноги стоят холодные, стены все мокрые. Вот сюда тоже капало, сверху. Не знаю, что туда двинуть, не знаю, что туда двинуть. Куда двинуть, непонятно. Здесь капает, здесь. Когда случился пожал, я своего котика не узнала. Потому что он был весь черный. Аварийная многоэтажка с проблемной крыши находится на улице Шамиля. Это тот самый дом, кровля которого сгорела еще в августе. Во время дождей вода буквально льется с потолковой трубы. А вот кадры последствий непогоды. Тазики, тряпки, клеенки. По словам домочадцев, они защищаются, чем могут. По стенам прям у нас рейки текут. И не успеваем, получается. Мы и клеенки застилаем везде на полу. Ставим большие вот эти строительные ведра купили. Строительные тазы уже. Потому что вот эти маленькие наши тазы, они нас не спасают. Через каждые пять минут приходится сливать эту воду. Не успеваем вытирать все, потому что и протекает и на четвертый этаж. И замыкает у нас проводка. Эти потолки у нас были, конечно, белоснежные, белого цвета. Но в итоге у нас сейчас смотрится, как звезды в тумане, одним словом. Сажа, которая никак не смоется. Одна из собственниц вынуждена каждый день собирать воду с балкона. На стенах уже появилась плесень. Другую жительницу просто затопило. Это повредило потолок. От сырости сыпется штукатурка. Отклеиваются обои. Иди, посмотри, пожалуйста, посмотри. Везде мокрые, везде. А оттуда теперь вода, а отсюда будут эти стены. С улицы тоже так же, вот такой склад мокрые все. Все мокрые, все. Все джипы идут, все. Посмотри, вот, все падает. Все падает. Вот сейчас дожди пойдут, опять мы не знаем, что будет здесь уже. До сих пор лучше бы они сделали бы крышу, а потом пускай разбирается, какие-то документации. Документ не мокрый не бывает. А вот мы, люди, люди мокрые становимся и болеем. Два инвалида здесь у нас. Владельцы квартиры обращались с проблемами и к домуправляющему, в надежде, что там им смогут ответить на их вопросы. Но ситуация не изменилась. Ответы на вопросы жильцов должен был дать руководитель домуправления. Но по приезду нашей съемочной бригады вместо него мы нашли техничку. Проблемы жителей не решаются даже после многочисленных обращений к местным властям. Они жаловались и в администрацию столицы, и главе региона. Но, по их словам, все заканчивается бюрократией. Я понимаю, что наши жильцы встретились с такой бедой, которая распространена во всей России, такая как бюрократия. Но, с другой стороны, меня интересует тот факт, что если они обращались в прокуратуру, обращались к главе республики, обращались к главе города официальными письмами, и до сих пор нет ответов, официальные сроки для ответов – это месячные сроки, почему такая тишина? То есть, на самом деле, ведь это же проблема, да? То есть, люди страдают из-за того, что крыша просто не закрыта. Хотя бы временно что-то же можно будет сделать. Это незаконно, я скажу вам прямо, это незаконно ждать целый месяц, или же выше этого срока не отвечать жильцам. Остается надеяться, что проблема жильцов будет услышана. Ответственные структуры перестанут игнорировать просьбы жителей. И в скором времени у них появится надежная крыша над головой. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов и Нурмагомед Магомедов. Телеканал ННТ Махачкала. На этой неделе праздник объединил дагестанцы. В республике в честь Дня народного единства в разных уголках региона прошли праздничные мероприятия. В эту знаменательную дату Сергей Меликов посетил муфтия республики шейха Ахмада Афанди. Руководитель региона поздравил шейха с днем рождения и с днем единства народов Дагестана, а также презентовал муфтию памятный подарок. Ко дню народного единства в Махачкале прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису среди мужчин. В нем приняли участие более 250 спортсменов, любителей и профессионалов со всей республики. Масштабный турнир был организован на призы муфтия республики шейха Ахмада Афанди Абдулаева. Подробности расскажет Карим Даниев. Давайте поприветствуем нашего чемпиона, он награждается дипломом первой степени, Хасбулата Тимирлан! Тимирлан Хасбулатов сегодня празднует тяжелую победу. В финальных встречах соперники навязали ему серьезную борьбу, в которой он одержал верх. Свою победу он посвятил родным и близким, а денежный приз в размере 100 тысяч рублей пожертвовал на благотворительность. Вчера новый айфон, тоже вышел мой айфон, возьму все, но сегодня я подумал, вот айфон придет, уйдет, оно как бы это мирское, оно останется. А если эти деньги отдать на благотворительность, у нас много нуждающихся есть, действительно, оно останется на вечно со мной. Поэтому это 100 тысяч рублей, я думаю, что здесь даже здесь есть, вот товарищ поручитель, я, наверное, ты, наверное, лучше знаешь, когда я не знаю, что я не знаю, в открытом республиканском турнире по настольному теннису среди мужчин приняли участие почти 240 спортсменов. На чемпионат съехались участники со всей республики. Самому младшему из них 8 лет, а самому старшему 78. Прежде в Дагестане не проходило соревнование по теннису в таких масштабах. Значит, уже вышли 16 сильнейших и уровень, но я хочу сказать, что очень даже не слабый, очень даже не слабый. У нас играют здесь мастера спорта, кандидаты мастера спорта, перворазрядники. Но за организацию это особая, огромная баркала, муфиату, федерации настольного тенниса, все те организаторы, которых мы, может быть, и не знаем, очень высокий уровень. Профессиональные столы, 8 профессиональных столов, площадки, счетчики, форсмены, зрители, как до нас дошло, что очень довольны качеством проведения наших встреч. Масштабный турнир на призы муфте республики шейх Ахмад Афанди был посвящен Дню Единства Народов Дагестана. Такие мероприятия направлены на объединение и сплочение народа. Очень приятно, что наши люди любят спорт в Дагестане. Я думаю, что масштаб такого ранга, этого турнира, именно во настольном теннисе, никогда такого не было. Среди призеров также отметились Магомед Ахмедханов и Магомед Шапи Зайнудинов, занявшие второе и третье место соответственно. Им вручили памятные подарки и денежные премии. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Тем временем герои Паралимпиады вернулись домой. В аэропорту Махачкалы встречали дагестанцев, завоевавших медали на играх четырехлетия в Токио. В столице Японии наши спортсмены выиграли одну золотую и три бронзовые медали. Радость триумфа с медалистами Паралимпиады разделили сотни болельщиков. Это были главные новости минувшей недели. Следите за развитием событий на нашем канале. С вами была Патемат Ханапова. До новых встреч.